приветствую друзья на канале scale journal в сегодняшнем видео я вам хочу показать сборку и окраску модели аэродромного подвижного электроагрегата apa 35 на базе 130 зила будет интересно не переключайтесь и начну пожалуй с краткого обзора на коробке у нас изображен боксарт эта фирма красный маяк модель в 72 масштабе и сделано в сотрудничестве с авд оборотной стороне у нас дана цветовая схема окраски палитра часов по цифру 88 инструкция выполнена видеокнижки шагов немного так что трудности не должно возникнуть единственный нюанс нумерация в инструкции и на литниках не совпадает но так как деталь немного проблем это не должно создать давайте посмотрим на сами детали качество отливок мне очень понравилось ничего критичного я не обнаружил остекление прозрачное есть небольшой микроблой стандартно мелкие следят пресс-фор но все это достаточно легко зачищается помимо детали из пластика в комплекте тут детали из смолы также есть плата фототравления некоторые детали продублированы в пластике также есть набор текалей и приятный бонус маски на остекление что ж перейдем к сборке для начала отделим все необходимые детали с литников перед началом работ устанавливаю новое лезвие цанговый нож острым лезвием всегда приятнее работать также потребуются пилки различной зернистости для обработки деталей после отделения деталей с литников необходимо зачистить следы от питателей убрать следы с пресс-фором и зачистить детали от ненужных элементов также можно сделать небольшое улучшение например расферлить отверстия глушители для сборки пластиковых моделей я люблю использовать сверхтекущий клей перед вами три варианта которые я использую чаще всего что ж приступаем к склеиваю детали для склеивания некоторых деталей рекомендую использовать зажимы давайте перейдем теперь к сборке кабины на внутренней стороне арок есть следы толкателей их конечно же нужно зачистить так после покраски это будет все видно так гораздо лучше так как я планирую использовать фото отравления то отверстие под пластиковые детали необходимо заделать в этот раз я решил воспользоваться новым для себя способом а именно использовать тянутый литник вот таким образом стыкаем отверстие и даем хорошенько просохнуть в это время можно срезать пластиковые ручки на дверях которые тоже впоследствии будут заменены на фото отравление затем аккуратно удаляем пеньки и зачищаем поверхность также не забываем убрать пеньки и с внутренней стороны чтобы это не мешало стыковке детали кабины так как кусачками ножом туда подлезть сложно воспользуюсь сбор машинкой способ стянутым литником отлично сработал буду использовать его и в будущем теперь удаляем пластиковые пороги и подготавливаем поверхность к установке металлических для удобства работы с фото отравлением я использую специальную гнулку значительно облегчает процесс фото отравления к пластику я приклеиваю на супер клей гель он дает некоторое время чтобы правильно спозиционировать детали также до окраски необходимо сделать отверстия под зеркала и под дворники теперь небольшой эксперимент впервые решил попробовать китайскую паяльную пасту для пайки фото отравления штука очень удобная просто наносим небольшое количество на деталь вторую деталь на всякий случай смачиваю флюсом и просто прикладываем паяльной в результате получаем аккуратную и надежную пайку детали держатся крепко теперь паять мелкое фото отравление не так уж и страшно раньше бы я бы использовал просто супер клей для этой цели теперь переходим к обработке деталей смолы для деталей смолы обычный модельный клей не подойдет здесь также нужно использовать супер клей в самом конце можно приклеить ручки из фото отравления и вот в таком виде мы подошли к окраске так как у нас будет использоваться при окраске два цвета поэтому удобнее красить в разобранном виде и при начале грунтовки я закрою задние фонари с помощью жидких масок кстати список все используемой химии вы можете найти в описании под видео первым делом покрою все серым грунтом все детали загрунтованы теперь можно переходить к базовой окраске и первый цвет белый второй цвет желтый аэродромный напомню я использую цвета которые даны на задней части коробки модели перед нанесением желтого цвета на кабину я закрыл масками те элементы которые должны остаться белыми цветом защитная покрываю приборную панель цвет старой шины соответственно для колес краска черная покрываю раму и элементы ходовой этим же черным цветом покрываю руль и приборы на торпедо цвет песочный использую для тканевой обивки сидений внутреннюю часть салона выкрашиваю черным цветом также черный цвет идет на пороге используя линейку с окружностями выкрашиваю диск в белый цвет удобный и простой способ не требующий дополнительных масс в белый цвет выкрашиваю бампер так как белый перекрывает черный цвет не с первого раза крашу в два-три слоя но затем уже наношу полоски красным цветом если красные полоски с первого раза получились неровно ничего страшного можно подправить с помощью белого цвета цветом темная сталь окрашиваю решетку радиатора используя серый цвет и технологию сухой кисти прохожусь парами подчеркиваю рельеф и добавляю объем остекление на кабине я приклеил с помощью футуры используя маркеры молотов хром окрашиваю отражатели фар про маркеры молотов у меня на канале было отдельное видео в правом верхнем углу будет ссылка далее покрываю все глянцевым лаком глянцевый лак необходим для нанесения декалей и смывки размоченные в воде декали наношу и закрепляю с помощью Tami Mark Fit декали в данной модели имеют сплошную подложку поэтому рекомендую обрезать как можно ближе контур смывку теперь можно наносить смывку буду использовать черную от Tami излишки буду убирать с помощью ватспирита смывка поможет дополнительно выделить детали март март хрон 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 Затем я убираю излишки с помощью ватных палочек, кистей и безворсовых палочек, которые смочены у White Spirity. Кстати, ссылки на безворсовые ватные палочки, паяльную пасту, которую я показывал ранее, можно найти у меня на сайте. Там также можно найти много других полезных товаров из Китая. Ссылку я оставлю в правом верхнем углу. Заходите, там много всего интересного. После смывки я покрыл модель матовым лаком. Дальше прихожу к небольшому запалению модели. С помощью средства от Wilder наношу эффект пыли, грязи на колеса. Излишки с протектора можно убрать простым катанием по салфетке, а излишки по бокам покрышки убираются с помощью кисти смоченной White Spirity. Вот такой результат получается. Используя то же самое средство наношу брызги на корпус модели. Лишние капли и слишком крупные капли я убираю с помощью кисточки. Теперь можно окрасить поворотники и задние стопы. Для этого я буду использовать цветные лаки от фирмы Tamiya. Используя маркеры Mode of Chrome окрасил зеркала заднего вида. И теперь можно приступить к финальной сборке модели. Окрашенные детали склеиваю на супер клей. Ну и в самом конце конечно же приклеиваю хрупкие детали, которые я не клеил в начале, потому как 100% они были повреждены, отломаны или утеряны. Это дворники и зеркала заднего вида. Вот такая небольшая и симпатичная модель получилась в итоге. Сборка была достаточно простой и интересной. При желании можно собрать данную модель за один вечер. Но по покраске тут уже все индивидуально, кто что хочет получить. Данную модель можно смело рекомендовать новичкам, так как она достаточно проста в сборке. Ну и конечно же данная модель будет интересна любителям обслуживающей авиационной техники и любителям диорам с самолетами в 72 масштабе. Блог с фотографиями вы можете найти у меня на сайте, ссылку я оставлю в правом верхнем углу. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их обязательно в комментариях под видео. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. До встречи в новом видео. Пока!